Сегодня будем с вами учиться рисовать брови. Вот эта бровь уже нарисована. Пусть попадет. А вот эта еще нет. Это наша природная форма. Таковая. Наша модель, так же, как я, выщипала брови, а потом они не выросли. Скажите, что вы испытываете? Я испытываю панические выросли. Как жить дальше? Да. Но ничего, мы с вами скоро сделаем волосковый тетаж. Так, что сделала я. Ничего не видно, пишут. Почему не видно? Друзья, если вам ничего не видно, скройте чат, пожалуйста. Сейчас мы будем показывать, как нарисовать второй такой же. Вы ждете? Ждете или нет? Вот. Так. Посмотрите сразу, какой вот такой вот, повернемся, более сексуальный, такой вот более лаконичный. Да? Все пишут, что ждут. Все ждут. Вы понимаете? Конечно. На нашей смотле в прямом эфире 7 тысяч человек. Вам страшно? Нет. Какое счастье. Так, отлично. Екатерина, передаю вам в руки. Друзья, использую карандаш. Вот Анастасия Беверли-Хиллз в оттенке Medium Brown. Если вам интересно, где можно купить косметику Анастасии Беверли-Хиллз, можно купить у нас на сайте Bar Shop. Вдруг, если пригодится. Далее. Ну, как говорится, сейчас самые актуальные брови, вот такие вот брови изогнутые, полукруглые, я их называю, были актуальны пару лет назад. Екатерина их называет брови запятой. А сейчас наиболее актуальны такие достаточно прямые брови с небольшим изгибом, такая плавная форма. Вот это сейчас тренд. Ну, и как обычно, небольшое сияние под брови всегда приветствуется. И будем сейчас с вами из этой брови делать пафосную. Да? Вы же хотите пафосную? Конечно, хочу. Кто же откажется от пафосной брови? Ага, именно. Мне кажется, наши подписчики тоже хотят. Поехали, друзья. Шаг номер один. Я вывожу нижнюю линию. А, нет, друзья. Нет, 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 нет. Давай. Ты же моя студентка. Шаг номер один. Что нужно сделать изначально? Тональный крем нанести. Дальше. Зачем наносите тональный крем? Друзья, прежде чем... Я была не готова к этому вопросу. Прежде чем начать прокрашивать брови, я специально сделала для вас всех ловушку, нужно предварительно нанести тональный крем и припудрить. На тональном креме, на какой-либо базе и корондаш, и тени, все, что вы будете после этого накладывать, будет ложиться лучше и смотреться насыщеннее. Запомнили? Усекли или нет? Надеюсь, что да. Поэтому, когда наносите тональный крем на лицо, вы должны также наносить на зону вокруг бровей, на основание. Вот. Привет. 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 Да. Ой, подержи что-то. Хорошая пляс. А, хорошая пляс. Привет, приветка. Друзья. Ой, не тем пальцем. Так, наносим тональный крем на зону вокруг бровей. Все видят, да, Катюш? Да. Я делаю это всегда перед тем, как накрасить брови. Иначе ничего супер насыщенно не ляжет. А, любой тон может использовать ваш любимый. Не забывайте ставить лайки. Это самое главное. После чего мы нанесем небольшое количество пудры. Я использую прозрачную пудру от Мега Форева. Припудриваю. Иначе по тональному крему будет скользить карандаш и ничего не прорисует. Поэтому мне нужна матовая поверхность. Так, друзья. Теперь мы готовы к прорисовке бровей. Итак, шаг номер один. Мы с вами выводим для начала нижнюю линию. А, вывожу я достаточно горизонтально. Видно, да, Катюш? Шаг номер два. Я вывожу хвостик и точку излома. Или точку изгиба. Вот на этом этапе я называю готов макет нашей новой брови. Но это пока только макет, друзья. Потому что бровь надо заполнить. Можем для начала это сделать карандашиком. Также сымитируем какое-нибудь большое количество волосков в начале. Карандашик очень удобен для этого. Сделает это максимально нежно и естественно. Заполнили. Но, как вы видите, так как бровки свои тоненькие, волоски проглядывают. И это видно. Поэтому нам придется заполнить бровь оттенком теней поярче, чтобы ничего не проглядывало. Я буду использовать, друзья, тени Бобби Браун номер одиннадцать. И кисточку для бровей. Вот. Друзья, все кисточки для бровей чаще всего плоские и скошенные. Подойдет кисть любого бренда. И начинаем заполнять. Екатерина задает какие-нибудь вопросы? Вы стараетесь их не читать, да, пока? Нет, говорят, наконец-то, если я научу делать брови. А если брови растут вниз. Понятно. Тогда нужно записаться в байгине бровей на арене. Так. Вот таким образом начинаем заполнять. И какой-нибудь получается. Спасибо. И так же в начале. Но всегда старайтесь, чтобы в начале никогда не было очень четкой такой линии. Чтобы был достаточно очень мягкий и плавный переход. Спасибо. Че-то. Пахстно. Очень прям. Вот таким вот образом. Я выкатываю все. Рождаются новые брови. Но это не все. Можно еще для прочей четкости. Или, знаете, когда вы нечаянно сделали вот так вот. Очень много девушек для себя красит, рисует бровь немножко вот такой вот. Видите, такая размазанная. Ничего страшного, друзья. Если вы вдруг сделаете, я сделаю сейчас это намеренно. Вы все видели в прямом эфире. Я вам покажу, как вам жить дальше и не паниковать. Кисточка не эта. А вот. Ну ладно. Нужна синтетическая кисть и консилер MAC Pro Long, который мы с вами используем обычно, чуть ли не для всего. И при помощи консилера вы уже не фотографируем. Нет. И вы всегда при помощи консилера можете добиться такого более четкого результата. Повторюсь, если что-то не так. Если у вас одна бровь выше или ниже другой, то вы всегда можете это исправить. Вот, друзья, вот-вот-вот наши бровки. Наши новые бровки. Интересно, куда пойдет наша модель покорять сегодня? Уже решили? Я счастлива. Дайте этой девушке узкору. Осталось нанести хайлайтер. Ну, улыбайтесь, вас снимает какая-то камера. Брови решают. Брови решают все. Симпатичная модель. Сейчас нанесем хайлайтер. Организуем полоскую кисть. Фапсная. Снимите гуашь. Где гуа работает? Чуть позже. И вот он, тот самый блик. Хайлайтер MAC Soft & Gentle. MAC Soft & Gentle. Мы нанесли под бровь. И сегодня наша прекрасная модель пойдет покорять мир с новыми бровями. Скажите, что вы испытываете сейчас? Я испытываю счастье. Новые брови это вам не что-нибудь. Что можно испытывать? Только счастье. На этом наша трансляция подходит к концу. Я надеюсь, что я вас научила рисовать новые брови. В любом случае, пересматривайте видео еще и еще. Она будет доступна в течение суток. И мы на этом прощаемся. Передаю привет маленькому мальчику 10 лет, который смотрит это видео. И Казахстану тоже привет. Целуем.